Если можно, поднимите руку те, кто слышал слово флешмоб. Практически 100%. А теперь поднимите руку те, кто хоть раз участвовал в самостоятельном настоящем флешмобе. Ух ты! Потрясающе! Я думал, будет меньше. Сегодня я хотел бы показать вам несколько видеоматериалов и рассказать о том, как устроен флешмоб изнутри. Дело в том, что то, как устроен флешмоб снаружи, изнутри, это, как говорят одесситы, две большие разницы. И для тех, кто не знает или не до конца хорошо представляет, что такое флешмоб, я поясню. Флешмоб — это мгновенная толпа, когда незнакомые люди с использованием электронной почты или интернет договариваются встретиться в каком-то месте в какое-то время, появляясь в этом месте, начинают выполнять какой-то совершенно абсурдный сценарий, хлопать в ладоши, звенеть ключами или надувать шарики, а затем через несколько минут так же внезапно исчезают, расходятся в разные стороны, и на этом акция прекращается. Со стороны флешмоб не имеет никакой цели и представляет собой только способ проведения времени. Вот эта акция называется «Толкаем дом». Участники акции думали, что дом стоит не очень ровно, и хотели подвинуть его на один метр. Вот вы видите пустая улица, это Камергерский переулок, и вдруг по мановению волшебной палочки, откуда ни возьмись, берутся люди. Вот это реальная съемка. Вы видите, действительно, такое ощущение, что они берутся из ниоткуда. Десятки людей. Общее число участников этой акции составило более 200 человек. За несколько секунд они появляются на месте акции и начинают выполнять сценарий. Эта акция относится к разряду так называемых развлекательных акций. Она не несет никакой смысловой нагрузки. Больше всего удовольствие она доставляет самим участникам. Вот они пытаются столкнуть этот дом, причем там один из участников говорит, «Ребята, что вы делаете? Там же люди!» А потом обратите внимание, как они исчезнут. Вот насколько много сейчас людей, и сколько пройдет времени, прежде чем ни одного человека не останется на улице. Там же люди! Вот смотрите. Это снимает камера живьем. Вы видите, проходит действительно несколько секунд. И люди исчезают с места акции. Первый флешмоб в мире произошел 17 июня 2003 года. Тогда приблизительно 150 человек собрались в крупнейшем универмаге Нью-Йорка около дорогого ковра и объясняли продавцам, что они являются членами некоторой коммуны, они живут на окраине города, и они хотят прикупить ковер для любви. Вот такая странная, абсурдная акция. На самом деле явление флешмоба происходит от книги Говарда Рейнгольда, такого социолога, который написал в 2002 году книгу «Умные толпы. Новая социальная революция». В этой книге Говард Рейнгольд предсказывает появление людей, умеющих связываться друг с другом мгновенно по определенным интересам, и в результате подобная толпа, как он назвал ее «Умная толпа», будет обладать уникальной, разрушительной или созидательной силой. Эта акция прошла в 2008 году в Лондоне, и можно сказать, это уже классический сценарий. По-русски он называется «Замри». Редкое флешмоб сообщества не провело такой сценарий. Это очень красивая визуальная акция. Сценарий очень прост. Необходимо в нужный момент застыть в той позе, в которой тебя застал, состав сигнал о начале акции. Сигналом может быть или вибрация мобильного телефона, синхронизированного по сайту, или сигнал специального человека под названием «Агент». Более 200 участников. Вы видите, они действительно застыли в каких-то странных позах. С точки зрения случайных наблюдателей, это очень эффектная акция и производит абсолютно неизгладимое впечатление, если вы вдруг случайно оказываетесь свидетелем такой акции где-нибудь. Как я уже говорил, идея флешмоба предшествовала концепции «умных толп», предсказанная Говардом Рейнгольдом. И, по его мнению, «умные толпы» состоят из людей, незнакомых людей, умеющих действовать синхронно, согласованно, не зная друг друга. И люди, составляющие «умные толпы», по его мнению, самоорганизуются самостоятельно, виртуально и без личных встреч. Такого рода сообщества на самом деле действительно абсолютно уникальны. Они не могли появиться до появления интернета и мобильной связи. И действительно мы все понимаем, что потенциально могут играть серьезную роль как разрушительного, так и созидательного толка. В качестве примера можно привести историю, произошедшую 20 января 2001 года на Филиппинах, когда президент Филиппин Джозеф Эстрада стал первым в истории человечества политиком и главой государства, подавшим в отставку от действия так называемой «умной толпы». Это была фантастическая история. За 75 минут 200 тысяч человек в Маниле собрались на Центральной площади, когда узнали о том, что там оппозиционные силы не поддерживали президента. И вы можете себе представить, 75 минут люди, не знающие, 200 тысяч человек, которые никогда не видели друг друга и не знали, они подталкиваемые волнами СМС, передавая друг другу СМС-сообщения, появились в Центре на Центральной площади, а СМС гласило так, приходите немедленно на Центральную площадь, одетые в черное. И действительно, 200 тысяч человек, одетые в черное, появились. Это настолько была ошеломительная акция, что военные не стали поддерживать опального президента и правительство эстрады Павла. В 1998 году, за 5 лет до первой флешмоб акции и за 4 года до появления книги Говарда Рейнгольда, я не знаю, насколько вы представляете 1998 год, сейчас восстанавливаете в памяти, но это было удивительное время. Тогда у людей не было мобильных телефонов. То есть они были, но они были у богатых бизнесменов. СМС-сообщения не были известны, потому что телефонов просто не было у молодых людей. А, собственно говоря, Bluetooth, Wi-Fi, они просто, эти технологии существовали в основном на бумаге. И тогда, правда, уже тогда у многих людей появилось ощущение предстоящей новой коммуникативной революции, можно было бы назвать так. У меня в тот момент возникла идея создать карманное устройство, которое позволяло бы молодым людям общаться на коротких расстояниях и знакомиться по интересам. Представьте себе, небольшое карманное устройство, экран, клавиатура, антенна. Когда вы вводите информацию о себе, ну, если это мужчина, мужчина вводит информацию о себе, о девушке своей мечты, и устройство начинает вибрировать, если обнаруживает на расстоянии 150 метров подходящую девушку. Когда мы рассказали эту идею молодым людям, мы провели опрос в шести странах мира, мы обнаружили феноменальный интерес к подобным технологиям. И мы действительно собрали деньги, вложили деньги, собрали команду. И уже через семь месяцев у меня в руках был действующий прототип этого устройства. Я сейчас его вам покажу и пущу по рядам. Вот это вот первая версия, так называемая Sibica 1.0, а это то, что вы видите на экране, так называемый Sibica Extreme. Соответственно, в 98-м году пришла идея, в 99-м году мы разработали устройство, а в 2000-м году мы начали массовые продажи этого устройства в США. За четыре месяца присутствия устройства на рынке мы продали 250 тысяч устройств на 20 миллионов долларов. Мы не знали того, что тогда, в 98-м году, мы создали устройство, которое помогало организовать то, что Рейнгольд называет умными толпами. Правила флешмоба гласят, что флешмоб вне экономики и вне политики. Он не должен иметь никакой прагматической цели. То, что действие должно казаться спонтанным, то, что у действия должно быть точное начало и конец, то, что у окружающих должно сложиться впечатление, что сами участники этой акции такие же случайные прохожие, как и они. И очень важно, после акции участники не должны общаться друг с другом, они должны покидать место акции отдельно, в различных направлениях, не общаясь друг с другом. Так что же такое вот это самое явление флешмоб? Это что? Забава? Это хулиганство или что-то другое? По моему глубокому убеждению, флешмоб является видом некой формы современного искусства. Флешмоб можно отнести к понятию перформанс даже по формальным критериям, потому что в нем присутствуют четыре основных элемента, присущие перформансам. Это наличие, это время, это место, это наличие тела художника и наличие отношений между художником и зрителями. Что делает перформансист? Он берет себя или окружающий мир и начинает его раскрашивать, сопровождает это все музыкой, интересным освещением и так далее. Что делают авторы флешмоба? Они подмечают уникальные явления, которые присутствуют в нашем обществе и искажают их таким образом, чтобы люди, которые оказались случайно в окружении моба, почувствовали себя инопланетянами, почувствовали себя на другой планете, почувствовали некоторое волшебство. Это последнее видео, которое я хочу вам сегодня показать. Акция называется «Замедленное кино». И здесь было подмечено, что в мегаполисах даже в прекрасный воскресный день, когда никуда не надо спешить, на пешеходные улицы люди ходят все равно быстро. Сценарий акции был предельно прост. Необходимо было пройтись по участку старого Арбата, отличаясь от обычных людей тем, что надо было двигаться медленно. Обратите внимание, как реагирует окружающая. Я был там. Я вам могу сказать, что на этом участке старого Арбата прекратилась торговля. Люди закрыли свои магазины, и настолько они были ошеломлены происходящим. Собственно говоря, то, что мы видим, мы видим некоторое волшебство, мы увидим некоторое чудо. И если это так, то теперь нам понятно, что такое флешмоб и кто такие моберы. Это люди, которые хотят хотя бы на пять минут превратиться в волшебников и подарить это волшебство окружающим людям. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...